Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Только что в эфире был сюжет, мы предполагаем, что вы его смотрели. А я видел, что вы даже смеялись, Сергей. Игорь, что вызвало вашу улыбку? Ну, конечно, в сюжете очень талантливо подобраны все ляпы российской пропаганды. Не все ляпы, но многие ляпы российской пропаганды. Игорь, действительно, перед российской пропагандистской машиной стоит неподъемная задача, как оправдать войну, которую они начали. И как объяснить гражданам, за что ведется эта война, когда этого не знает даже политическое руководство. Но, тем не менее, у них получается, и пока граждане в большинстве своем поддерживают войну, к сожалению. Да, ну и вот для этого, в том числе, оправдание войны, неудавшееся. У Путина есть его друг Кум Медведчук, который, по словам секретаря безопасности Украины Данилова, предложил Путину новый план, план того, что делать в Украине. Так называемый процесс разделения Украины по корейскому сценарию на две части. Что вы об этом знаете, как можете прокомментировать? Удивительность Виктора Медведчука подтверждает, что это наш агент в логове врага, потому что он уже потратил много миллиардов российских денег на создание как бы сети сопротивления, которое потом по факту оказалось нет на месте. А сейчас подобный план опять же предлагается. О создании новой сети сопротивления, о создании новых пророссийских партий в Украине. Виктор Владимирович пишет статьи, он выступает на центральном телевидении, призывает граждан Украины бороться с киевской властью. Для нас это как-то звучит наивно и нелогично, но поскольку это допускается на российском телевидении, означает, что действительно по-прежнему там верят, что в Украине можно найти кого-то, кто после года войны, после всех этих потерь, сможет поддержать российскую агрессию. План «Две Украины» тоже нелогичен. С одной стороны, они часть Украины аннексируют, присоединяют к себе, а с другой стороны, говорят, что они создадут две Украины. Одна будет проукраинская, другая антиукраинская. То есть это не работает. Игорь, о чем говорит тот факт, что Медведчук, такой странный персонаж, снова вышел на подтанцовки путинских идей? Казалось бы, этот человек уже продемонстрировал, что Украину он не знает абсолютно, хотя уверял Кремль в обратном. Кремль знает о разворованных деньгах, Кремль знает о проваленной его работе по подготовке российской аннексии. Его обменяли, думали, что его судьба закончится за стенках где-то ФСБ, но вот снова Путин решил его использовать. Почему? Ну, у Путина нет других композиторов. Все остальное у них тоже не получается. Катровый голод. На самом деле они не смогли найти адекватных людей среди коллаборантов, для того, чтобы назначить их руководителями оккупационных администраций. Они не смогли наладить идеологическую информационную работу на оккупированных территориях. И поэтому обращаются к тяжеловесам. Виктор Медведчук в любом случае это опытный политик, который много чего знает и сделал. Но просто созданы те условия, в которых любая пропаганда на украинских граждан со стороны России, она просто не работает. Ну, скоро российская пропаганда получит еще один повод поговорить, рассказать российской аудитории нечто. 21 февраля Путин собирается выступить с посланием в парламенте. 22 февраля планируют совместное заседание обеих палат Российской Госдумы. Ну, такое масштабное мероприятие. Как вы думаете, почему, во-первых, выбрали 21 февраля? Дата ведь непростая. И чего можно ожидать в эти дни от российской власти? К годовщине полномасштабной войны надо было что-то сказать населению, надо было что-то сказать миру. Показать успехи не получается, потому что даже Бахмут взять врагам пока не получается. Они ставили гораздо более амбициозные военные цели на поле боя. Но, тем не менее, дальше откладывать некие стратегические послания, уже было невозможным. Кроме того, 21 февраля, это годовщина указа Путина аннексии, о признании так называемых ДНР-ЛНР. Ну, еще если покопаться в истории, то 410 лет назад Земской собор в Москве провозгласил царем всей Руси Михаила Романова и основал династию Романовых. В Кремле любят символизм, и поэтому превращивают некие стратегические заявления к датам, которые имеют аналоги в истории. Вот эти стратегические заявления, чего можно ожидать? Можем ли спрогнозировать, что скажет Путин? Это может быть изменение формата его так называемой спецоперации, на самом деле, войны? Потому что разные оценки, разные прогнозы звучат, вплоть до того, что он скажет, что операция закончена, потому что цели достигнуты, и как бы все расходимся. Ну, это тоже было бы интересное заявление, и российская армия получала задачу выйти на административные границы Донецкой области к этой дате, чтобы возможно сделать такое заявление. В послании российский президент может заявить вообще все, что угодно, там, по идее, готовится несколько вариантов, и до последнего момента будут держать интригу, замерять реакцию, иностранных государств идут вбросы информационные, то есть это может быть от послания ни о чем, то есть о погоде и о вечно зеленых темах, до действительно неких кардинальных заявлений о том, что объявляется всеобщая мобилизация, будут угрозы оружием массового поражения и радикализации риторики. Все-таки довольно большая часть российского общества выступает за усиление войны, усиление агрессии, и на это тоже обращают внимание. Поэтому интрига остается, и действительно под это выступление срочно собирают параллельное заседание двух палат российского парламента, буквально на следующий день, их отзывают из командировок в округа, как бы для того, чтобы голосовать за что-то уж совсем нестандартное. Одна из версий, которая звучит, это воссоздание Советского Союза, на эту дату вызывают в Москву, и уже вызвали даже руководителя непризнанных Абхазии и Южной Осетии, и готовятся к выезду Александра Лукашенко, то есть вот из этих субъектов могут слепить новый Советский Союз, объявить о воссоздании империи, о новом формате, гербе, флаге, гимне. Это, конечно, будет повод для обсуждений, хотя какого-то прикладного значения это иметь не будет, кроме протестов со стороны Грузии, которые не ожидают таких плодных решений. Ну, Путин выставит себя собирателем земель русских, о чем он грезил уже не первое десятилетие. Игорь, ну, с непризнанными республиками, с Южной Осетией, с Абхазией, наверное, будет попроще, а вот пойдет ли Лукашенко на создание, на расконсервацию этого проекта СССР 2.0? Как вы считаете? Уже год Лукашенко загоняют в более активное участие в войну, пока он только предоставляет свои аэродромы, свою территорию. Это, конечно, тоже участие в войне, но более мягкое. Александр Лукашенко на прошлой неделе сделал довольно интересное заявление, что Беларусь включится в войну, если что-то произойдет на ее территории. То есть, возможно, это анонс провокаций, о которых уже все знают и которые готовятся. И тут следует отметить, что для Украины любые провокации, теракты на территории Беларуси ну, совсем не нужны. Нет логики. То есть, Украина готова защищать свою территорию в случае возможной агрессии со стороны Беларуси, наземной операции. Но вот нападать на Беларусь у нас нет ни смысла, ни причин. И поэтому, если они там что-то будут мутить, то это точно не мы. Да, ну и интересно, тема Беларуси актуализируется вновь. И вот сегодня, кстати, Лукашенко встречается с Путиным. Вспомним, что недавно ряд европейских стран призвали своих граждан, которые находятся на территории Беларуси, покинуть страну. Но, знаете, такое, кажется, обострение надвигается. Как к этому относиться? Ну, действительно, западная разведка, наверное, доложили о том, что готовятся возможные провокации или вот некие объединения в союзное государство. И в случае вот таких аннексий и объединений практическим результатом, важным для Украины, да и для белорусского народа, будет то, что белорусские вооруженные силы тогда же перейдут в прямое подчинение новому верховному главнокомандующему. Это уже будут приказы, которые они будут вынуждены выполнять. И вот на это белорусам надо обращать внимание. Если их будут подталкивать к потере суверенитета некими провокациями, то вот здесь они уже должны реагировать. Интересно, как они будут реагировать? Ведь все-таки Лукашенко не пользуется большой популярностью среди своего же населения. Чем может обернуться, какая ситуация может быть в Беларуси, если Лукашенко подложит свою страну под путинские амбиции? Ну, действительно, могут быть локальные протесты населения, хотя протестный потенциал не настолько высок. И часть военнослужащих, возможно, и готовы были за определенное вознаграждение принять участие в войне. Но, кроме того, есть же еще и руководство вооруженных сил, есть и более думающие белорусские элиты, которые, несмотря на режим единоличной власти, все-таки как-то должны влиять на подобные решения и упреждать втягивание в Беларуси чужую войну. Игорь, ну и, возможно, последний вопрос. Сегодня начинается Мюнхенская конференция по безопасности. Понятное дело, вопрос войны будет одним из главных, если не главным. Что, по-вашему, будут обсуждать и каких, возможно, решений стоит ждать от этого мероприятия? В контексте Украины, конечно, война в Украине будет приоритетом, и Владимир Зеленский будет открывать Мюнхенскую конференцию безопасности. Там будет обсуждаться, конечно, план, как заканчивать войну. И пока по всем сигналам это, конечно, будет поддержкой обсуждения украинского плана «10 шагов», формула мира, которую Владимир Зеленский будет презентовать. Ибо у нас есть поддержка уже не только западных союзников. Допустим, вчера приезжал министр странных дел Израиля, который прямо заявил о том, что Израиль будет поддерживать украинскую формулу мира. Это тоже очень важно, потому что для России Израиль это очень специфическая страна. Там находится очень много российских граждан сейчас, которые уехали, и российская диаспора, русскоязычная диаспора в Израиле очень большая. Поэтому происходит консолидация уже мира вокруг украинского плана, а Россия попадает в все большую изоляцию. И публично или не публично поддерживать продолжение войны против Украины уже фактически никто не хочет. Спасибо вам огромное за этот разговор. Напомним, что на наши вопросы отвечал Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Спасибо.